Банкрот В контексте развития национальных театров российская премия имени актёра Фёдора Волкова считается чуть ли не дефицитной. Лишь в начале её учреждения премию получали театры из Мордовии и Карелии. Это так трудно заниматься ритуалом, если есть наблюдатель. На днях впервые в Казани пройдёт лаборатория молодых драматургов новой татарской пьесы. Устроители конкурса уверены, что таким образом закрывается информационный вакуум, который образовался в конце 90-х годов, в связи с тем, что не стало талантливых молодых авторов, пишущих на злободневные темы. Камаловская сцена, только что пережившая нашествие выразительных красок Навруза, готова вновь стать лабораторией для молодых и ранних. Опусы будут оценивать известные мастера современной драматургии. Арт-директор фестиваля Любимовка, знаменитого самого старейшего драматургического фестиваля России, Евгений Казачков и одна из самых, наверное, сегодня по репертуарности перегнавшая уже даже Ярослава Полиновича, автор Юлия Тупикина из Анапы, которая, значит, очень активно пишет сегодня для детей и подростков, и молодёжи. Сегодня же Фарид Бекчентаев приступил к первой сценической репетиции будущего спектакля «Пришлы» по пьесе современного казанского автора Сюмбель Гафаровой о судьбе легионера, который скрывается в Канаде. Эта история родилась в результате ещё одной международной лаборатории, истоки которой Венгрии, Китая и Норвегии. Там рождались тексты о миграции, переселении народов. Современных авторов волнует многое, критиков больше, как это делается. Тема, естественно, вот этих вот надвигающихся глобальных катастроф, которые мы видим, ощущаем, которые носятся разлиты в воздухе, их предчувствия, этих вещей. Я думаю, что очень много сегодня тем актуальных, которые попадают, должны попадать в нерв. Впрочем, камаловцы будут переживать ещё один фестиваль «Туган-Лэйк». Он пройдёт в сентябре в Уфе. Там Национальный театр Татарстана покажет европейскую классику адаптацию мальеровского «Дон Жуана». Дмитрий Пиаваров, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».